привет друзья привет зрители подписчики значит посылочки из китая я не всегда все показываю мне уже ложить как говорится целый короб по конкретно по преобразователям напряжения и непосредственно ветра уже места нет уже дополнительные коробки беру все приходит и они все показывают и все снимают почему потому что до сегодняшнего дня мы не знаем что будем собирать завтра то есть будем говорить так что проекты они не повторяются все идет индивидуально индивидуально поэтому ребята будем смотреть что он вам приходит что приходит ребят почему 3 не знаю почему 3 китайцы обманул что ли или как или доставка по 3 бесплатно или минимальную цену ну ладно 3 так 3 что это такое ребята что это такое а это ребята у нас сигнализатор разряженности батареи вы знаете азарт у нас такой у людей идет что на аккумулятор никто не обращает внимание а для преобразователя это плохо очень плохо хоть я и ставлю по совету многих да вот как бы если один раз я услышал как бы нет два-три раза и я уже прислушиваюсь к тому что надо ставить преобразователь повышающий напряжение дсдс на 4 ампера ставим там 6006 кто-то из подписчиков даже писал и мои товарищи сказали что ставит но многие не ставят кто-то ставит сигнализатор ну что это такое значит аккумулятор мы выставляем здесь напряжение и аккумулятор у нас как будет просадочка просадочка при нагрузке уже 10 и 8 вольт он запищит он пищит но продолжать все будет работать вопросов нет он будет пищать у него еще светодиод есть который можно вывести на передней панели там как бы так да но писк это будет достаточно его обычно хорошо будет слышно и что аккумулятору уже пора прекращать работу пора отдыхать до аппарата высаживать аккумулятор очень быстро вот шестьдесятку моим высаживают в час рыбалки час рыбалки какие токи представить можно но ничего не греется я рад этому что ничего не греется но 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 есть но проверять конечно эти устройства мы не будем они не такие дорогие они не такие дорогие чем чтобы их собирать самому вот можно собрать саму ребята можно все можно можно многое сделать но иногда иногда лучше поставить готовую как говорится вещь это идет опция она может быть она может быть не ну аппаратностью серьезнее и серьезнее как бы становится да да они вообще уровень совсем другой да если взятом китайскими лишь широко распространенные более дешевыми аппаратами поэтому мы потихоньку это ставим модернизации я всегда говорил модернизация аппарата модернизируем вот новый аппарат придет новый аппарат третий проект на ремонте сейчас я сильно болел чуть задержалась за очередь стоит по автокондиционерам поэтому к вечеру уже умирающий вид и еще болезнь все таки камень огромный вышел у меня это последний последнюю операцию я избежал как говорится вот будем ставить модернизацию модернизация аккумулятор может причина выхода после того часа работы все таки аккумуляторе хотя клиент говорит аккумулятор нормально но как нормально он при нагрузке на тяжелой воде просадка а мы еще больше даем просадка больше хоть и там ds ds повышающие ну не знаю что происходит но происходит перегруз соответственно перегруз это может быть как по ключу быть что он закрыт что не успевает зарядиться конденсатор идет срыв называется да электролит конечно то же самое и так поэтому эти устройства они нужны они нужны этот пакет можно выбрасывать пока следующая посылочка следующая посылочка о это уже ребята о а так как транзисторы и а и rfb мне понравились по проливному напряжению мы сейчас их проверим и ребята самое главное мы должны их сравнить с предыдущими и rfb и rfb 3306 ребята а давайте так я всегда люблю сравнение сравнение с другой партии смотрим по внешнему виду у того же продавца заказывал если мне понравилось я заказ делаю у того же продавца твою мать перемаркер первый раз это уже не первый раз я попадаю на такую вот вещь ребята вот смотрите fb 3306 полировано все идеально я сразу увидел не понравилось ребята ребята мне не нравится он вообще из другой партии вообще другого завода изготовителя вот как как можно заказывать еще раз море вот видно сразу мутны вот эти идут первая партия все идут видно что они полированные все идеально в середине выбито буква есть в этом не буквы есть не выбита нету вижу что фреза поработала моя увеличилка показывает очень хорошо вот так вот ребята попал первое для образца присылается хорошее на второе будем открывать спор наверно но для этого ребята для этого есть прибор мы берем ставим оригинал вот у нас будет вот это вот один оригинал один тот потому что эти я проверял оригинальные вот что происходит первая партия для образца хорошая значит вот это вот левый на мой взгляд на мой взгляд это оригинал и видно что он оригинал и проверял он оригинал жмем ребята и смотрим я вам просто буду рассказывать напряжение открытие 3 вольта и 606 36 вольта нормально 007 рдс это при низком напряжении при 36 вольт при выше он как раз покажет то что надо это нормально при таком напряжении и емкость семь тысяч девятьсот шестьдесят восемь нормально пикофарад конечно здесь не мог не может оно быть хорошее это видно что совсем другое напряжение открытие 36 24 соответствует 4000 емкость 4000 чё-то чё-то 4784 рдс 007 что сказать ребята там емкость 4000 еще раз проверяем на на оригинале правильно ребята емкость семь тысяч четыреста девяносто шесть а там 4000 из чем-то ай-яй-яй ай-яй 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 ай-яй-яй да 007 но кристалл ребята размер кристалла тут тоже надо размер кристалла так секундочку вот показал 3,4 вольта 3,45 вольта открытия восемь тысяч тридцать два пикофарада 007 ребята семь тысяч и восемь тысяч я поверю когда больше в это я верю на мощном ключе и затвор всегда высокий а здесь 4000 хорошо ребята берем следующее два будет достаточно для сравнения да два будет достаточно но спор на таких вольт открыть очень тяжело будет если он и не то смотрим 007 рдс 007 вопросом нет 3,7 вольта открытие 4777 в общем все ребята хорошо за исключением емкости конечно низкая емкость это хорошо это хорошо но насколько ребята значит парт видно видно что партия был кружок кружок без каких-то короче это сделал другой завод ну по рдс бьет и по напряжению открытие бьет но ребята только ставить хлопнут не хлопнут да греются не греются как то так схема отработанная есть я не знаю ребята как это положить но я в один пакет все положу спор открывать мы не будем но заказывать ребята больше пока я не буду я хотел еще заказать но не буду потому что это надо проверить и вот мы кладем вот так в один пакет все дело в том что сейчас на аппарат который моделизируется да потому что ремонт бесплатный первый ремонт проблемка есть вина не моя но под его вводу сопротивление неизвестно мы подделываем аппарат поэтому как сказать здесь сейчас мы не будем эксперименты проводить а новые будем собирать новый узел будем собирать конечно мы попробуем поставить их вот вот да поэтому емкость мне не понравилась что большая разница и разные заводы ну один вид на человеческий завод да все полировано другой видно что оно что-то мухленное не знаю заводы бывают конечно разные но и кристалл бывает разный 0,07 это да низкое сопротивление но это может внутри кристалл быть совсем другого транзистора по току и мощности передачи может все отличаться вот как то так ребята поэтому эти приборчики очень выручают что здесь сказать одна платка да одна платка я все таки платки у нас синие на одной работает второй проект прекрасно а третий проект что-то у нас то ли выбросы то ли что то ли из-за трансформатора сейчас трансформатор мы перемотали другой вы видели видеоролик но но из-за своей дешевизны удобства замены этого модуля я предполагаю свои аппараты делать общую плату и модуль на все это будет ставиться сгорел поставил новый потому что онлайн поддержка и ремонт это очень большой плюс мы все таки рассматриваем рассматриваем без ТГР эта система будет работать то есть будут еще стоять четыре ключа нормальные человеческие 3 амперные а это только раскачивающий потому что мне не понравилось но может с другими транзисторами вот из этой серии ERL и RFB 3306 может оно заработает нормально будем смотреть далее ребята что у нас пришло что чтобы не порезать что же у нас пришло посмотрим так это у нас пришли Денисторы Денисторы да ребята Денисторы нужны и для ремонта и для ремонта и для новых проектов потому что мы применяем их иногда и для ремонта и это у нас БД-3 еще будем заказать БД-4 но на БД-3 у нас уже отработанная схемка есть но конечно не полностью на Денисторов ключ полностью на Денисторов я не признаю но многие еще работают а вот для хитрых схем хитрых схем вот которую мы отправили уже аппарат для хитрых схем которая работает на 6 Ом ребята на 6 Ом работает там Денисторы применил но не ключ Денисторы конечно полная экспонента с полной регулировкой все красавцы или не красавцы вот это мы посмотрим не все что ввести ребята золото не помню я заказал по моему у того же продавца нет у новых продавцов заказываю с низкой ценой потому что эти транзисторы которые мне попали рабочие тиристоры точнее какие транзисторы это тиристоры у нас это тиристор у нас 40 ТПС 12А классический тиристор и если кристалл на них хороший ребята ножки анодированы а мы посмотрим через свою лупу в кругляшке ничего нет никакой надписи он круглополированный ничего я ребята не скажу по внешнему виду по внешнему виду достойны но проверяем но проверяем дальше конечно эти приборы ничего не покажут они покажут как типа они типа покажут как как покажут как полевой транзистор покажут больше ничего не покажут что мы делаем ребята а мы делаем так мы замеряем сопротивление канала оно должно быть в районе 100 120 Ом где-то так о 98 согласен вот 100 Ом нормально отлично даже очень хорошо мне такая партия уже попадала 98 Ом все мы проверять не будем но сколько штук надо проверить раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять точно у меня один случай был там ошибки что-то на пятьдесят штук один не будет хватать я к этому не придираюсь но 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 ребята но стабилитрон проверить этот денистор проверить ребята надо как проверяется денистор а у нас есть такой приборчик пробивной дело то что импортные денисторы они симметричные а наши транзисторы это денисторы то есть наши они отечественные точнее они имеют плюс-минус то есть их не два вместе внутри что ставим напряжение 120 вольт ставим минимальный топ нажимаем старт а включаем приборчик вот включаем приборчик вам надеюсь видно да вообще он должен показать 30 вольт если он покажет ближе к 40 то это хорошо это лучше но не ниже 30 вольт он показал 28,3 вольта не нравится мне не нравится мне не нравится мне поворачиваем его наоборот чем выше типа напряжение тем дороже денисторы как то так да и у всех по моему да 28,2 вольта ближе к 30 но давайте мы измерим еще один образец потому что данные плавучие могут быть все таки образец но это денисторы уже не стабилитрон еще раз проверяем ребята вот 35,6 вольт вот это мне нравится больше то есть даже денисторы из одной же партии можно выбирать где-то там больше где-то меньше и настроить аппарат вот то что нужно понимаете да потому что по буквам ведь они идут напряжение открытия да как бы так ну в принципе что я скажу вещь рабочая и претензии я предъявлять денисторам не буду то есть их надо подбирать а не просто тыкать а потом какие-то данные эти неданные параметры отходят денистор всегда такая вещь очень капризная и с ними надо как говорится настраивать а когда есть пробивной измеритель пробивного напряжения мы видим насколько он рабочий здесь тоже есть измерение то есть еще раз пробуем вот ребята правильно вот это правильное измерение я надо чаще проводить измерения ребята вот по факту 83 и 9 вольт все верно вот так я и замерял 83 и 9 вольт это хорошее опять же ребята ставим так же минус вот так на 2 плюс в серединку 83 это очень хороший показатель 84 и 2 это на оригинала все ребята я так измерял это я сейчас блаканулся надо чаще делать измерения уже забываем но пальнули два транзистора ничего бывает бывает за все надо за ошибки надо платить и аппарат когда собираешь настраиваешь все оно бывает пока не доведешь дома это нормально не бывает дешевых устройств не бывает без потерь чтобы собрал на работе дальше берем вот так вот этот же проверяем ой я ошибался понятно вот сейчас ошибки не может быть 80 опа ни хрена себе 96 и 1 ребята 96 и 1 вольт по напряжению он еще выше RDS он показал одинаковое открытие напряжение он показал тоже одинаковое емкость у него меньше что же это было внутри что же за креста внутри а я для сейчас их разобью если вот эти вот ребята поломались я их разобью вот так вот ребята я их разобью еще раз смотрим ну в принципе да в принципе берем еще такой же который я говорю другого завода левого типа давайте так раз проверяем значит проверяем то есть точку надо установить если на тех показала 83 84 вольта то здесь 83 80 и напряжение пошло 93 и 1 вольт то есть на них показания ребята даже лучше по вольтажу по сопротивлению так же емкость ниже во всех показаниях оно показало хороший результат что сказать форс китайцев мы открывать не будем не будем просто мы отметим для себя этого продавца и после установки этих транзисторов только дальше тогда можно будет иметь с ним дело а чтобы знать ребята заранее заранее мы спалили два транзистора сейчас же при вас при неправильном моем соимении это нормально память у меня не худышная но но мы можем их поломать если они сгорели сейчас я посмотрю на мультиметр если они сгорели ребята будем ломать и тогда будет видно по кристаллу просто по размеру кристалла да ребята мы их спалили потому что высокое напряжение попало на затворы спалили ребята будем ломать вот эти мы можем поломать и сейчас и сейчас как говорится на ваших глазах ничего не помню чем ломал но молоточком ломал ребята сейчас я посмотрю по моему молоточек у меня самый маленький вот этот вот не помню чем ломал но будем ломать камера будет конечно отрастись но надо поставить точку какую то я железку брал я не помню что я брал ребята что я брал по моему на плоскогубцах я их ломал по моему на плоскогубцах посмотрите ребята какой огромный кристалл подождите кристалл не кристалл кристалла это напыление это напыление ну вот очень хорошо видно это у нас тот блестящий оригинал который я говорил первый заказ но в общем кристалл есть да не капель не совсем точка а что то есть берем второй тот на который я говорил другого завода и сразу плохой плохое мнение но напряжение у него пробоя выше при стуке камера конечно будет показывать нам чушь ну конечно же ребята чудо не бывает вот оно же как сказать ну конечно ну конечно в оригинале кристалл намного больше намного больше ну не в полтора почти в два раза ребята в два раза больше вот мы видим да даже изготовление самого этого транзистора ну я не знаю как вам ближе показать ребята я просто приближу значит на этом транзисторе видно что вообще подножка вот это прессовка вот это все да что видно что сделано по заводу красиво он изначально весь красиво здесь никакого канта конечно нету на общей пластине расположен кристальчик расположен кристальчик совсем не такой как на первом транзисторе на котором я говорил оригинал что сказать ребята сказать что то ничего не сказать то есть эти транзисторы с меньшим током по крайней мере напряжение выше ток ниже открытие у них показывает 0.07 РДС РДС как бы неплохое но и вольтаж выше но мы видим вольтаж выше кристалл меньше сколько ток такой даст кристалл ну вот такой ребята если на тиристорах да вот на тиристорах такой дает 40 ампер 40 ампер ну вот это эти ну вот и транзисторы ампер допустим 60 где то так да там импульс напишут выше там ток ну где то 130 могут писать но постоянно это 60 допустим ампер да нормально а здесь уже ребята ну не вытянет он тот ток на этом кристалле вытянет он ток ток в районе 25 30 ампер это будет уже перегревы для него то есть никак ну никак я не поверю что такой вот мог вытянуть как этот я понимаю этот еще работать будет а этот уже нет почему я заказал у того же продавца что будет та же самая партия вот теперь из этой партии у меня осталось всего лишь 9 штук транзисторов уже не парные а эта партия у того же продавца пришла совсем другая поэтому будем показывать будем снимать фотографии и будем снимать и будем снимать видео разница в два раза ребят разница в два раза но если кристалл меньше не может даже хоть напряжение выше не может он никак работать так как надо поэтому за первую партию я говорю плюс за плюс да я не скажу что оно огромнейшее но кристалл в два раза выше более менее да что он будет работать а здесь ну вообще ни о чем а сейчас ребята сейчас давайте так чтобы не быть голословным я вот беру транзистор чтобы 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 вот продавца и дорогие которые работают и работают понимаете которые работают и не греются и говорят 3205 плохие они плохие это поделка вот такая вот а вот сейчас мы его ломаем и просто сравниваем с 3205 и стоит ли тогда брать какое-то лучшее что-нибудь это лучшее подделка может быть просто сравним даже с оригиналом камера потрусится прошу прощения но это наверняка вот ребята ну он у меня сгорел понятно видно что он чуть черней твою мать вот вот и весь процесс ребята он сгорел да но на нем видно ребята на оригинальном транзисторе 3205 посмотрите внимательно да он сгорел ребята эти транзисторы у меня стоят они в тубах все как положено и работают прекрасно работают в аппаратах стоят брат ну он больше кристалла даже того оригинала вы понимаете он больше он видно что он крупней и вот смотрите берем вот эта подделка это вообще игрушка вообще просто подделка берем 3205 брат ну я вам скажу этот кристалл вы видите да во первых он толще кристалл действительно здесь толще во вторых он больше на порядок больше это ну не в полтора раза ровно в полтора раза этот больше вот мои 3205 и вот говорили стоят кто там не пишет 100 рублей ребята вот я взял за 180 рублей и плюс доставка что-то 85 рублей да как бы недорого да 10 штук но это говно вот вам ребята и весь совет мне советуют взять за 100 рублей вот я взял ребята что я получил я выбросил деньги и на это получается и на это и мне будут говорить что эти транзисторы хорошие да вы видели что цена этих транзисторов новая больше 3000 рублей понимаете да и и не надо вот говорить что можно задешево у китайцев что-нибудь взять да никогда такого не было и не будет вот я брал 3205 понимаете вот я брал 3205 да еще есть там одни транзисторы но они опять же дешевые те транзисторы которые качественные в тубах от официального продавца они дорого а вот этих левых продавцов которые вот эту хернюю занимаются перемаркером ну тут блять тут кристалл ребята посмотреть да даже на том хорошем он на пыление ну вот он да он отломался ребята здесь и какой-то слой остался какой-то остался какой-то остался ну а здесь он толстый видно кристалл блять действительно кристалл и в полтора раза больше он больше в общем он больше немного больше больше а эти транзисторы RDS имеют еще ниже да они должны еще быть лучше кристалл еще должен быть больше и толще ну конечно что-то осталось здесь да и мы эту толщину не можем видеть но по факту 3205 неплохие транзисторы главное чтобы не было выбросов и стояли снаберы и тогда они неплохие вот когда оригиналы но за дешево мы не можем взять такие транзисторы не бывает за дешево хорошее или первую партию вам дадут хорошее а потом все ну вот вот на этом весь весь обзор покупок покупок да может быть может быть они и поработают еще может быть но их две штуки в плечо не поставишь мы видим да что вот можно бюджетный аппарат сделать ставить по две штуки у них RDS у них там награждение все у них хорошо да не заменят они вот эти две штуки я поставлю они будут работать а эти две штуки я под сомнением сейчас их надо ставить все равно три штуки понимаете а этих можно 32.05 поставить два в плечо и если на небольшие мощности прозрачная вода такая не мутненькая ну на метр видимость если есть конечно оно пойдет а если вода мутная там уже 30 сантиметров 50 ничего не видно то там конечно по три в плечо вот как то так вот что я хотел показать этим видеороликом это не только посылочки это сравнение что мы покупаем поэтому эти транзисторы оригинальные применять можно но не два в плечо не потянуты не два плечо три плечо на вот мои моего уровня аппарата но это ребята 32.05 с которыми я работаю вот купил да я еще ни разу не пожалел а теперь этот кристалл поломал подтвердилось с другими есть с чем сравнить с то что лучше должно быть но не будет оно лучше дешевле оно не может быть лучше вот как то так может быть говорят если вы хотите что это